И в продолжение темы. На прошедшей неделе Новосибирск прогремел на всю страну актом самосожжения 61-летней женщины в приемной партии «Единая Россия». По первоначальной версии, озвученной в СМИ, на такой отчаянный шаг пошла дольщица, вложившая деньги в одну из новосибирских строительных площадок. Что на самом деле предшествовало этим драматичным событиям в нашем следующем материале. Сообщение об этом ЧП поступило на пульт пожарной охраны в 11.35. На место сразу была отправлена техника под так называемой повышенной категорией вызова номер 2. Доком шел дым, в здании находились люди. Начальник караула первой пожарной части объявил вызов номер 3, то есть ранг пожара поднял. Площадь пожара составляла около 70 квадратных метров, в здании было сильное задымление, требовала ситуация людей. В реанимацию ожогового отделения областной больницы женщина поступила с повреждениями 90% тела и поражением дыхательных путей. В момент поступления состояние больной крайней степени тяжести, нестабильная, ей оказана вся необходимая помощь. Больная переведена на искусственную вентиляцию легких. Кроме того, в облбольницу с ожогами привезли и 42-летнего мужчину, пытавшегося погасить живой факел. Термический ожог пламенем до 13%, преимущественно это руки и лицо. В тот же день следственными органами было возбуждено и уголовное дело. На протяжении последних лет женщина участвовала в спорах по поводу приобретения жилого помещения. Обстоятельства, которые послужили причиной указанного поступка, устанавливаются. Эта встреча с прессой для первого лица городского совета Надежды Болтенко явно была непростой. Пришла на прием женщина Герасимова и вот свершила, как это говорят, самосложение. Первый раз она к нам обратилась 2 сентября 2011 года по вопросу обжалования решения Центрального районного суда в отношении мошеннических действий ООН «Новосибирско-строительная компания». Спичка на этой бочке с порохом была зажжена еще в ноябре 2007-го, когда Валентина Степановна подмахнула предварительный договор с обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирская строительная компания». В соответствии с ним в перспективе предполагалось заключить и основной договор участия в долевом строительстве. Это значит, что в конце 2007-го у компании еще не было пакета документов, которые позволяли бы в соответствии с 214-м федеральным законом привлекать деньги на площадку от физических лиц. Одновременно с предварительным договором Валентина Степановна получила и два простых векселя новосибирской строительной компании на общую сумму 1 миллион 455 тысяч рублей. Дальше, как это нередко бывает, основной договор не был заключен в срок, возникли претензии и к качеству строительства. За семь свои партнерские отношения с НСК было решено аннулировать. В апреле 2010-го в депозит нотариуса компания перечислила деньги, которые Валентина Степановна получила в июле. Ну и что, спросит непросвещенный зритель. Вроде бы и дом построен, и деньги возвращены. Где же повод облить себя бензином? Это так, но не совсем. И так средствами своей клиентки компания беспроцентно пользовалась больше двух с половиной лет. Но за время пути инфляционная собачка, как говорится, могла и подрасти. Ну, как бы ценник вырос. И на эти деньги уже, как бы, только можно было какую-нибудь студию купить. Алексею обо всем случившемся с мамой говорить сегодня непросто. Тем более, что то роковое утро начиналось, как обычно. Поначалу, как бы, она нормально первые три года, четыре. Потом уже, конечно, это, нервы сдавать стали, как бы. Ну, до такого, как бы, я не думаю, что она, как бы, ничего не предвещала абсолютно. В 2010-м областной фонд защиты прав потребителя отстаивал права пенсионерки в суде, пытаясь признать деньги, полученные НСК по векселю, задаткам. Уграшение векселя по времени совпадает с моментом передачи квартиры. У меня была удачная судебная практика, когда суд расценивал такую передание денежного средства, как задаток. И взыскивал двойную сумму задаток. Но суд исковые требования и последующую жалобу отклонил. Так поручный круг замкнулся. Она, скажем так, ну, действительно психически нездорова. Ну, прямо глаза такие, у нее практически были белые. То есть зрачок и белые глаза, то есть не было видно радужной оболочки. А почему вы вправе говорить, что она больна? Я вправе выразить свое личное мнение. То есть вы считаете лично, что она больна? Да, я считаю лично, что она больна. Представитель компании, который как заправский врач на раз ставит диагноз, почему-то плавает в ответе на вопрос, какой была реально просрочка заключения основного договора. Я не могу сказать, я просто не помню. Не помните? Нет. А уж когда дело доходит до дискуссии о спорности механизма привлечения денег на площадку, ситуация и вообще выходит из-под контроля. Мы не нарушали требования ФЗР. Тогда вы готовы по этому проводу продолжить дальше разговор? Конечно. Хорошо. В понедельник с утра отправим запрос в Министерство строительства. Давайте вот что. Я больше не буду ничего говорить. Мне что-то надоело. До свидания на этом. Вообще Новосибирску за последние годы не единожды приходилось видеть протестные пикеты обманутых дольщиков. К ним обыватель уже как-то попривык, со скукой обходя толпу с мегафоном. Но вот чтобы так добровольно обречь себя на мучительно невыносимую боль, такого еще не случалось. Я бы согласился здесь с министром, да, если бы он представил отчет, сейчас сказал, да, мы выявили там 20 таких компаний, по 20 подали иск, но вот есть у нас еще несколько компаний, по которым мы просто не знали, да. Но получается, они вообще никогда ни по кому не обращались. Может быть, наконец-то пришло время провести тотальную проверку и выяснить, кто и на каких условиях в Новосибирске берет деньги у доверчивых инвесторов.